Нарушители готовьте деньги. С 1 июля вступают в силу новые штрафы за несоблюдение правил дорожного движения. Причем платить придется в разы больше. Как в новых условиях будут действовать ирославские инспекторы, сегодня рассказал глава областного управления ГИБДД Евгений Полковников с подробностями. 1 июля штрафы за нарушение правил дорожного движения рванут вверх, причем резко, в разы. Деньги придется платить серьезные. 9 новых изменений внесены в кодекс об административных правонарушениях. Пример. Остановка на трамвайных путях со 100 рублей до 1500. Для Ярославля это не так актуально. А вот нарушение правил тонировки проблема для ГИБДД известная. Техрегламент изменил норму светопропускания тонированных стекол. Штраф за ее несоблюдение 500 рублей. Для лобового стекла установлена норма в виде светопропускания 75%, для передних дверей норма 70%. В случае превышения этих нормативов сотрудник дорожно-патрульной службы с 1 июля текущего года только имеет право, а обязан будет запретить эксплуатацию данных транспортных средств. Прибор, которым проверяют светопропускание, прост в использовании. Вскоре таких приборов у сотрудников ГИБДД будет существенно больше. Даже визуально можно определить, нарушена ли тонировка. Протокол составляют, остановив машину и проверив светопропускание. Для составления материала необходим прибор. Для того, чтобы документально все это оформить, чтобы писать данные этого прибора в постановление. Погрешность все-таки какая-то есть, но ошибки нет. Ошибки нет. Прибор, сколько я уже пользуюсь, ни разу ошибку не выдавал. Центр города. Не нужно далеко ходить здесь, чтобы убедиться, нарушается запрет на стоянку, который предписывают в знаке. Причем повсеместно. У госучреждений рынка прежде была альтернатива. Это предупреждение, либо штраф 300 рублей. Теперь он будет выше в 5 раз. С 1 июля штрафная санкция за нарушение требований дорожных знаков, которым предписано запрещение остановки и стоянки, будет составлять 1500 рублей. При этом возможна эвакуация нарушителей. Сама эвакуация теперь тоже платная за счет нарушителя. Цены еще, правда, не установлены. Этим занимается комиссия по безопасности движения, которую возглавил губернатор. Не стоит сомневаться. Тарифы на эвакуацию вскоре появятся, поскольку задержание транспортного средства – это мера наказания сразу в нескольких статьях. В частности, за создание помех движению или остановку в тоннеле. Вероятно, бывает и такое. Это, кстати, самый солидный штраф из всех, что вводится с 1 июля. А за создание помех для движения с 300 штраф вырастает до 2000 рублей. Причем есть такая норма, как задержание транспортного средства. Самые небольшие штрафы из новых, кроме штрафа за тонировку, это 1000 рублей. Скажем, за остановку на пешеходном переходе или, например, в местах, где останавливаются маршрутки. Возможно, эти меры дисциплинируют водителей. ДТП только за 5 месяцев текущего года было 15 тысяч. Евгений Полковников, Максим Сушанов, Городской телеканал.